МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днём ангела, дорогие именинники! Словосочетание отцы и дети для нас в последние столетия наполнилось каким-то особым и неизбежным трагизмом. Нам как-то после Тургенева кажется, что это словосочетание неизбежно указывает на конфликт поколений, на то, что старшие не понимают младших, на то, что младшие борются с отжившими представлениями старших, и что всё это словосочетание, краткое и ёмкое, указывает на эгоизм, недопонимание друг друга и на борьбу между старым и новым. Однако не всегда было так. Ведь есть заповедь о почитании отца и матери, и многие семьи, и многие эпохи в жизни разных народов показывают пример мудрого сожительства старших и младших в взаимной пользе друг друга. Сегодня Святая Церковь совершает память святых людей, родивших святого ребёнка. Речь идёт о Святом Кирилле и Святой Марии, родителях преподобного Сергия Радонежского, чью память Церковь совершала совсем недавно. Кирилл и Мария были людьми дворянского происхождения, однако по простоте тогдашних нравов XIV века они не брезговали и крестьянским трудом. Люди были простые, набожные, имели много детей, и один из них, Варфоломей, впоследствии Сергий, стал самым любимым святым на Руси. История его детства и даже его внутриутробной жизни отличается многими чудесами. К примеру, однажды на литургии, когда Мария беременная была на службе, а женщины на Руси стояли беременные в притворе. И вот, когда начали читать Евангелие, раздался детский крик. Детей в храме не было, и все начали оглядываться, а Мария почувствовала, что крик идет как бы изнутри ее утробы. Затем детский крик повторился, когда пели хирургимскую песню. На второй момент очень важный литургический момент. Затем третий раз крик раздался, и уже всем было ясно, что кричит дитё из утробы Марии, криком проявляя свое разумное присутствие на службе. Третий раз ребенок крикнул во время святая святым, преломление евхаристического агнца. Мария в страхе пошла домой, а в местности, где она жила, всем стало известно это событие, и каждый спрашивал друг у друга, что отроча сие будет. Примерно так, как они думали в древности, люди о Иоанне Претече, родившемся, разрешившем безгласие своего отца. И так родился малыш, который от детства, еще от утробы был особо Богом отмечен, особо Богу посвящен. Жизнь сложилась так, что смиренные Кирилл и Мария не оставили по себе много фактов своей жизни, и мы очень мало знаем о их биографиях. Смиренному человеку свойственно не выпячиваться, жить скромно и незаметно, и это, собственно, и есть главная черта их жизни. Но еще больше мы узнаем о них по их ребенку, ведь дерево и яблоко, яблоня существенно едины. Одно зависит по качеству от другого, и качество этого священного древа супружеского познается по качеству плода, которое на этом древе появилось. А именно по сыну мы узнаем о благочестии родителей. Достигший преклонного возраста и напитанный монашеским духом от своих детей, из которых не только Сергий был впоследствии монахом, но и старший брат Стефан. Кирилл и Мария решили удалиться в монастырь и нашли перестанющий себе в монастыре в Ходьково. Это не так далеко от Троицы Сергиевой и Лавры. Тогдашние монастыри часто бывали и мужскими, и женскими одновременно, и достигшие старости люди проживали там свои дни, ожидая мирной христианской кончины. Преподобный очень любил своих родителей и просил всех приходящих к нему в начале пойти в Ходьково и на могилке у отца и матери послужить панихидку. Этих людей принимал с особенной любовью. Сегодня мы поздравляем не только носящих имена Кирилла и Марии, которые в переводе, кстати, означают Кирилл от слова Кир, господин, то есть господствующий, а Мария также по-еврейски великая госпожа. И мы рады поздравить всех находящихся в браке христиан и пожелать им добре жить в супружестве для того, чтобы родить священное и благословенное потомство, по которому и проверяется качество нашей внутренней жизни. Кроме Кирилла и Марии, с радостью поздравляем таких именинников Харитон, Анна, Варух, Александр и Вячеслав. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова